И, конечно, вот, пожалуйста, события абсолютно, да, вот там вот такие... Но я как режиссёр попыталась представить, что же будет между двумя этими событиями. Мы показываем, как Анна Григорьевна приходит утром, и её отторгает Фёдор Михайлович, и он ей не нравится, и вечером совершенно другая перемена. А что между? Вот то, что вы сейчас рассказали, экранного времени должно бы занять очень много. И мы должны подробно рассказывать, кто такой Ишутин, почему его казнят, почему его не оставляют в живых, и так далее. Время, к сожалению, бежит неумолимо, как в кино и у нас. Поэтому у нас ещё много ваших книг, у нас есть стихи, у нас есть... Давайте немножечко от Достоевского перейдём к «Игре в бисер» и к другим вашим проявлениям. Потому что вопрос, вот как вы Достоевского всё равно... В «Игре в бисер» вы его всё равно показываете. И показываете через других людей. Ну, как бы идёт разговор для того, чтобы мы совсем не охладяли к этому писателю, чтобы привлечь интерес к его творчеству. Как вы этого достигаете? Кстати, как говорил Томас Манн, он говорил так, «Достоевский, но в меру». И мы даже хотели такую конференцию провести под таким, значит, заголовком. Нет, в «Игре в бисер» мы берём всё пространство мировой литературы. У нас обычно мы записываем два российских текста, две российские книги, две зарубежные. Вот так у нас. Такой принцип. Да, у нас... И мы за уже 104 программы, мы 104 писателя уже как бы обсудили. Как сказал один поэт, островой покойный, он спустился однажды... Сергей. Да, Сергей. Островой он спустился в столовую Дома литераторов, вернее, Дома творчества, и сказал такую фразу. Ночью написал гениальные стихи любви. Сделал паузу и добавил. Закрыл тему. Закрыл тему. Вот мы как бы закрыли тему. Мы сейчас смотрим, что мы видим. Да я думаю, что нет уже как бы... Давайте мы вам немножко посмотрим. А есть что-то? Я не знаю. Вы нам покажете фрагментик ещё? Если там есть... А, вот вопросы какие-то есть, да? Давайте. Сейчас мы нас зададим. Кстати, вот я думаю, что я же всё не охвачу, потому что конкретные вопросы будут интересны. О, тут целое послание. От руки причем, не на компьютере. Давайте я посмотрю. А вы пока расскажите. Да, вот, что-то такое... От Достоевского мы не уйдём. А, тут... Предлагают просто несколько, значит, тем для игры в бисер. Например. О, кстати. Защита Лужина. У нас на боков было. У нас на боков было 2 или 3 передачи. Ещё будут. Теперь, что интересно. Толстой, смерть Ивана Ильича. Должно вам сказать, что мы 12-го числа записываем эту программу. Смерть Ивана Ильича как раз. Так что совпадают наши. Это гениальные зрители. Да. Значит, кинорежиссёров. Мы приглашаем кинорежиссёров. У нас и театральные режиссёры у нас выступают. У нас был Розовский, и Левитин, и Бородин из режиссёров. Вот. Мы приглашаем, как обычно, если особенно пьеса обсуждается, приглашаем режиссёров. А мы приглашаем писателей. Да. Так что это мы всё делаем. Так. Прежде чем перейти ко второй части нашего вечера, связанной с поэзией, я объявлю и приглашу вас. Потому что вы сегодня упомянули Толстого, эту перемену жизни. И вот мой фильм про Толстого, который называется «Запечатлённый образ» или Лев Толстой и Илья Гинсбург «Двойной портрет в интерьере эпохи». Мы будем показывать нашу следующую встречу, которая состоится 19 мая. Кстати, у меня есть такая книжка, она называется «Уйти ото всех». С подзаголовком «Лев Толстой, как русский скиталец», где я довольно подробно разбираю отношения Толстого и Достоевского. Это особый сюжет, ведь поразительно, что два современника, которые жили в одном пространстве, и Достоевский на 7 лет всего лишь старше Толстого, которые знали всех остальных писателей, там Некрасова, Григоровича, Тургенева, они ни разу не встречались. Не хотели. Там целое, это другой вопрос, там целое, они встречались однажды на одном вечере, но Страхов их не познакомил. Он их не познакомил. И это очень интересно, потому что и Толстой, и Достоевский напряженно, на протяжении всей жизни, и Толстой после смерти Достоевского, следили друг за другом, следили друг за другом напряженнейшим образом. Это целая драма отношений. И самое интересное, что Достоевский читает перед смертью, за неделю до смерти, письмо Толстого к его родственнице, где он излагает свое новое понимание жизни. Хватается за голову и говорит, не то, все не то, говорит Достоевский. И пытается ответить Толстому, видимо, собирался. И умирает. Толстой, уходя из ясной поляны, оставляет на столе, взяв в кабинете, второй том братьев Карамазовых, недочитанный. Это ясно. Недочитанный второй том братьев Карамазовых. Причем он записывает в мельнике, там, из прозрительного места. Читал, он читает Карамазовых и читает Евангелие. Он пишет, читаю Нагорную проповедь. Много лишнего. Написано хуже Достоевского, пишет Толстой. И самое интересное, что Толстой, последняя его запись творческая в дневнике перед смертью. Да, кстати, он просит прислать ему в догонку в Оптину пустырь том братьев Карамазовых и пилочку для ногтей. Вот он как бы порвал совсем, уходит, но пилочки для ногтей братьев Карамазовых ему нужны. И последняя запись, значит, такая, что видел чудный сон. Грушенька, Николай Николаевич Страхов, их роман. То есть ему снится покойный Страхов, ему снится Грушенька из «Братьев Карамазовых». Это последняя, он пишет чудный сюжет. То есть он собирался писать. Ну, там я это разбираю, почему это произошло. Все. Вот. Но это вот тоже поразительные переклички, вот эти странные сближения предсмертные. В нашем кино почему-то изобретателем киномонтажа считается Кулешок с его опытами. Но на самом деле мы, конечно, знаем, что Лев Толстой в письме... Сейчас я это принесу. Лев Толстой в письме Страхову говорил о неких сцеплениях, которые и можно как раз и считать тем самым монтажом, которым пользовался Лев Николаевич Толстой. Поэтому давайте в наш монтаж вклиним в ваше поэтическое выступление. Расскажите, вы начали читать, писать стихи очень рано, потому что люди еще хотят подписать у вас книжки, они хотят еще поговорить с вами. Поэтому давайте сделаем такое поэтическое окошко после того, как вы ответите на этот вопрос. Сейчас вместо ручки тетрадь и компьютер, они совсем разрешились писать. А, ну, предлагают обсудить эту тему. Да, действительно, многие иногда не пролучились писать. Некоторые не могут даже фразу написать, потому что привыкли к компьютеру. Это, конечно, страшная вещь. Вот если представишь в одном, вдруг испортятся все компьютеры, то как люди будут добывать информацию, как они будут... Компьютер отбил, значит, возможность работать с книгой. Ведь многие мои студенты, они заканчивают пять курсов, будучи записаны ни в одну гиблиотеку. Такое представить просто немыслимо. Они работают только... И когда они говорят, что в сети этого нет, я говорю, вот такая-то книжка. В сети ее нет, значит, ее как бы вообще нет. Она не существует, потому что ее нет в интернете. Понимаете? Вот навык работы обменять с библиотекой совершенно утрачивается сейчас. Довольно страшная вещь, потому что это грозит вообще Чернобыль. Давайте не будем на этом останавливаться. Что касается стихов, значит, у меня было в начале, как говорится, жизни несколько книг стихотворения я выписал. И потом я ушел вот в историческую прозу и очень много лет вообще не писал, скажу честно. У меня много лет книг не выходил. И вот и так давно, сравнительно, ну, несколько лет назад, я снова стал писать, и вот в эту книжку, наряду со старыми стихами, вошли новые стихи последних лет, которые вызвали довольно большой резонанс. Я вот сошлюсь на статью Евтушенко в «Новых известиях». Он просто написал такую, мне даже неудобно там повторять какие-то формулировки, он написал просто восторженную статью, именно про поздние стихи. Про поздние стихи. Эта книга начинается разделом «Поздние стихи». Она называется «Персональные данные». Вот такое название бюрократическое, но, на мой взгляд, отражающее вот что есть в поэзии. Это есть персональные данные. И с вашего позволения, значит, я почитаю… Приходишь в поликлинику, они говорят, да, «Дать обработку персональных данных». Да, данных, да. Что это такое? Да, ну вот это как раз то самое и есть. Значит, я тогда несколько стихиатурений новых почитаю, ну, может быть, там какие-то старые, давайте сейчас просто посмотрим. Покажите книжку. Да, значит, я книжку покажу, вот она так выглядит. Так она выглядит. Она вышла в этом году, недавно. Ну, была еще одна презентация у меня, но, в общем-то, она пока только вот появилась в магазинах. И вот мы привезли сегодня тоже. Кстати, тоже здесь цена значительно ниже мы поставили, чем в магазинах. В магазинах там что-то сейчас вообще очень дорого раздувают. Цены, там наценки, накрутки. А у нас вот она стоит меньше своей стоимости. Тираж тысячи. Тираж тысячи. Вы знаете, нынче тысячи, это нормальный тираж нынче. Если раньше выходили там 50 тысяч, там 30 тысяч, нормальный был тираж поэтический. Сейчас тысячи считаются хорошим тиражом. Считается. Ну, это катастрофа, конечно. Это катастрофа, но пока вот такая существует, такая, значит, вещь. И пока даже у очень известных поэтов, ну, за исключением Евтушанка, который, может быть, печатает, там и Дементьева, у которого своя аудитория, Андрея Дементьева, там большие тиражи. Но большой тираж не значит, что это хорошо. Далеко не всегда. Далеко не всегда. Камень Мандельштема вышел тиражом в 300 экземпляров. Камень Мандельштема, первая книжка. На что типограф старый еврей ему сказал, молодой человек, вы будете писать все лучше и лучше. Я сказал, отдавай ему 300 экземпляров. Вот, и оказался прав. Так что тираж – вещь такая относительная. Ну, дело в том, что сейчас выходит огромное количество книг, издаваемых самими авторами. И выходит она чудовищная графомами. Ведь печатное слово деградировало. Я вот помню, значит, когда еще в советские времена я взял книжку одного поэта и сказал своему приятелю, говорю, какие плохие стихи. Он сказал, как плохие? Это же напечатано. То есть раз напечатано, значит, как бы стоит знак качества. Это напечатано. На заборе тоже напечатано. Игорь Леонидович пришел к нам еще не совсем здоровым. Я очень боюсь, что тут градус повышается. Я поэтому попрошу ваше управление читать сидя, если можно. Я не вставаю. Ну, я почитаю стихи из первого раздела. Поздние стихи. Не хочу я больше быть ученым. Это звание мне и в плечу. Ни о чем бесплод над влеченным толковать ни с кем я не хочу. Что за радость рваться в имперея и в другие горние края, если наши правцы, евреи, написали книгу бытия, если можно славить без зазрения, днем и ночью Божью благодать. Ибо зрение выше умозрения, чтобы век в неволе не видать. Водку ли ты пьешь или какава, но походу веки не смежил. Надо жить не мутерство, а лукава. Гадом буду, чтобы я так жил. Был я умный, врал на пропалую, но мое устало ДНК. Дай тебе лучше поцелую на исходе летнего денька. В мире пусто, страшно, литниково. Но как он, не стоящего благ, ты не отвергай меня такого, кто никто и звать кого никак. Даже если в приступе маразма, за того, кем славен Роттердам, за светильник разума, я и гроша медного не дам. Давайте говоримся, не надо хлопать после каждого сценария, потому что аккордно сразу. Что там гремело за станцией лось ночью сегодня, видимо, снова не сдалось лето Господне. Видимо, сроки подходят уже крайние вроде, что человек у тебя на душе, то и в природе. Там за рекой дымят клопухи, меркнут стажары, скоро столицу за наши грехи выжгут пожары. С кем обрученых огненный век, кто си избранник, то ли Нерон, то ли Вещий Олег, то ли торфяльник. Что же нам делать, спасение для порознь и свальна, если горит под ногами земля, то есть буквально, если не выручит даже и газ из преисподней, ибо опять отступилось от нас лето Господне. Откройте нас. Давайте, давайте. Ну, не надо, читайте. Восходит красная луна над чутью, нелитью и мерью. Прощай, великая страна. Может, что-то? А так слышно? Считай еще раз. Восходит красная луна над чутью, нелитью и мерью. Прощай, великая страна, ушедшая, не хлопнув дверью. Мы вновь свободу горим в предвести радостных событий. Прощай, немытый третий Рим уже четвертому небыти. Гудбай, отвязная мечта, но, как историю немерей, нет горшей участи, чем та жить на разваленных империй. Восходит красная луна над укороченной сушей. Прощай, нелепая страна, мы жертвы собственных бездуший. Прости нам этот сон и бред, что мы, лишенные прописки, не поглядели даже вслед. Ты уходила по-английски. Твой путь и светел, и кровав, и словно древние труски, мы ганим в вечности без прав, хотим отпеть тебя по-русски. Ну вот стихи о Перми с таким, значит, Пермь, бывший город Молотов, нынче снова Пермь. Я родился в городе Перми, я Перми не помню, черт возьми. Железнодорожная больница, родовспомогательная честь, бытие пока еще мне снится, от небытия не отлучась. Год военный, голый, откровенный, жизнь и смерть, глядящий в упор, подразумевают неотменный, выносимый ими приговор. Враг стоит от Волги до Ла-Манша, и отца дорога далека, чем утешит мама, дебютанша, военкора с корочкой утка. Эвугацией заброшен на брюхатый танками Урал, я на свет являюсь недоношен, немцам насмех, черт бы их попрал. Я на свет являюсь безымянной, осененной смертной пургой, не особо в общем и желанной, но хранимой тайной рукой. В городе, где все мне незнакомо, где забит балетными отель, названным по имени Наркома, как противотанковый коктейль, и у края жизни непочатый, выживаю с прочими детьми, я москвич под бомбами зачатой, и рожденный в городе Перми, где блаженно сплю один из судей, той страны, не сдавшейся в бою, чьи фронты из всех своих орудий мне играют бабушки в бою. Отец уже три года не вставал, родня, как отводится, слиняла, и мать, влачаясь, как на лесоповал, ему с усилием памперсы меняла. Им было девяносто, три войны, бог миловал отсиживать на нарах, путевка в Крым, агония страны, бред перестройки, дача в катуарах. И мать брела так долго эту нить, лишь для того, чтобы не сказаться стервой, чтобы самой отца похоронить. Но вышло так, ее призвали первой. И уходя в тот несказанный край, где нет ни льгот, ни времени, ни правил, она шепнула, Леню догоняй, и ждать себе отец мой заставил. Они ушли в 2002-м, А я живу, и ничего такого, и мир не рухнул, и не крянул гром, лишь сколковым назвали Постряковой. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот я, конечно, попросил последнее, а кто-то еще два. Давай еще, еще наши читатели хотят подписать книги. Пожалуйста. Мне дочери нынче явились во сне, все трое печальны, все трое одни, в безвидной пустыне или мертвом горах, где ветер вздымает лишь камерой прах, где бледное небо подобно стеклу, стоят они, очередь вперяя во мглу. И нету окрест, ни листка, ни лиска, и черная птица над ними тоска. Я руки в отчаянии к детям простер, ты плачешь, сказала одна из сестер, ты плачешь, уменьшая, промолвила дочь, но слезы твои превращаются в ночь. Напрасно ты наше смутил дебытье, забытье, ступай, нам неведомо имя твое. И дочерь вторая отверзла уста, как этот ландшафт, наша память пуста, но вижу души твои черный астрал, пришелится с прошлого, ты опостал. В долине безумья, где мертвая пать, наш сон окормляет безумная мать, и кто бы ты ни был, надежд не таи, лишь ада и щадия чады твои. Но словно бы луч, проницающий ночь, шагнула из морока старшая дочь, в глаза мои, словно в бездонную щель, взглянула любимая старшая чель, и тень узнавания прошла по лицу, и горько она улыбнулась отцу, и молча три тени склонились ко мне, о, дети, шепнул я, и умер во сне. Ну, и последнее я прочту. Вот такое. Ну, и последнее я прочту, знаете, что не из книжки, оно написано после книги. На изломе жизни, на излете, у ларька, где жмутся алкаши, если хочешь, думай о работе, хочешь о спасении души. Что работца, ну ее в болотце, без нее-то делай в проворот, а душа, коль есть, она спасется, впрочем, если раньше не поврет. Обозри своим гудливым оком этот вечно длящийся бардак, постарайся мыслить о высоком, а о низком мыслишь ты и так, гордый, как в изгнании овидий и непогрешимый, как дебил. Вспомни лучше тех, кого обидел, вспомни всех, кого недолюбил. Мой двойник, мой двоечник угрюмый, собутыльник, старый раздолбай, о стране, прошу тебя, подумай, задний ум со скрежетом врубай. Человеком ныне будь и присно, сэбиенсом, если повезет, может быть любезная отчизна, от тебя лишь этого и ждет. И она, ценя твой подвиг кратный, двинет по дороге столбовой и простит мне стих нетолерантный, запоздалый, злобный лобовой. Спасибо. Друзья, какие-то вопросы? Пожалуйста, еще немножко у нас есть времени, но прежде всего, Игорь Леонидович, у нас есть традиция. Знаете, мы всегда благодарим наших зрителей. Вы посмотрите, слышно было, как муха пролетит, когда вы рассказывали. Настолько велик интерес к творчеству, к художнику, к вам, который соединяет в себе много разных художественных апостасей. Вы так и я задала этот вопрос, но вы не ответили, кем вы себя больше считаете? Писателем, телеведущим, поэтом? Или есть еще какая-то ипостась, которую бы вы определили сами? Что вам интереснее делать в последнее время, в этой сложной и в то же время нашей простой жизни? Ну, в данном моменте я чувствую себя... Слышали? Да. В данном моменте я чувствую себя выступающим в Доме кино. Это моя главная ипостась в данный момент. Вот. Что касается работы, вы знаете, вот я всегда привожу любимое изречение Толстого. Он цитирован, правда, это. Делает, что должно, и пусть будет, что будет. То есть каждый делает то, что он может, в силу своих, как бы, обязанностей, или в силу своих возможностей. Я стараюсь вот делать то, что получается. То есть я пишу то, о чем, то вот, что меня интересует. И, конечно, стихи все-таки, мне кажется, что с годами вообще такое ощущение, что это все-таки главное. Стихи главное по, если судить по резонансу какому-то и по тому, что я люблю, и люблю я, конечно, больше всего читать, писать стихи, хотя, конечно, проза тоже вещь серьезная, вот, скажем так. Скажите, ну, поэзия, насчет того, что такое поэзия, есть высказывания многих поэтов. Вы сегодня приводили Заболоцкого, вы его уместно вспомните, что он писал о красоте, но я хочу спросить вас. Вот сидят ваши соавторы, со, потому что, как они прочтут стихотворение, так ваше слово отзавелось. Ваши сочувствователи, сорадователи, что сейчас вот в нашей жизни вам, дорогой Игорь Леонидович, кажется главным? Вот что? Вы говорите, вам сейчас нравится писать стихи, потому что это есть потребность высказаться, сказать о времени, о себе. Что вы вот посылаете нам, и что в этом времени вы бы определили, как именно главное? Вы знаете, тут, конечно, страшная смесь, это как бы об этом говорить, но все наши личные какие-то планы и все отступают перед главным. Нам главное, чтобы, а это решится в следующие 10 лет, чтобы выжила страна, потому что проблема страны не решена. Мы находимся в неком межуумочном состоянии до сих пор. Мы не знаем, куда мы идем. И угроза распада России до сих пор не изжита. Я об этом, кстати, пытаюсь сказать, как могу, и в стихах. Потому что вот наша цивилизация, которая создана за тысячи лет, она находится под угрозой. И надо сказать, к сожалению, что перспективы не ясны. у нас как бы открытый финал. Мы не знаем. И ближайшие 10-15 лет, мне кажется, будут решающими, вот выжимали мы как цивилизация, как страна, строимся ли мы как некая общность, которая существует даже столько лет, или все это закончится исторически, как закончилась, скажем, предыдущая эпоха. Поэтому вот это самое главное. Вот поэтому важно, куда мы пойдем. Камагаридеши, как сказали. Ну что, оставим зрителя наедине с этим вопросом. Ответов ведь нет. Ответа нет, и быть не может это решать нам. Вот. Да. Это главное, мне кажется, это главное. Дорогие, спасибо вам за этот ответ, за то, что вы говорите, что вас это тоже волнует. Именно поэтому, именно поэтому вы здесь, а мы здесь. Поэтому вот этот диалог, которому мы вас призываем, и который мы устраиваем именно для вас, на мой взгляд, он сегодня состоялся. Как вы чувствуете? Ну, как вы чувствуете? Трудно судить. Судя по нашей аудитории, по тому интересу, который проявлен к вам, к вашему творчеству, мы все благодарим за то, что вы не совсем здоровым, пришли к нам и так интересно рассказывали. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...